друзья приветствую вас на канале фишерман этим видео я открываю рубрику загадочные места россии сегодня я расскажу вам архипелаге в белом море расположенном на входе в онежскую губу на маленьком конгломерате дальних островов россии сконцентрировано самое большое на земле количество лабиринтов несмотря на обилие теорий их возникновения археологи и историки все еще не могут прийти к единому мнению о том зачем и с какой целью они были созданы лабиринт это один из самых загадочных символов планеты земля почему тысячи лет назад идея лабиринта одновременно появилась на всех населенных континентах мира соловецкие острова или соловки это архипелаг в белом море на входе в онежскую губу здесь обнаружено 35 лабиринтов эпохи неолита местные жители дали им название вавилоны время их сооружения около 3000 лет до нашей эры наиболее интересны каменные лабиринты большого зайцкого острова это группа из 14 лабиринтов расположенных на площади четыре десятых квадратного километра они очень хорошо сохранились и были детально описаны но споры об их функции ведутся до сих пор кроме этих лабиринтов на острове найдено 850 каменных валов многие из которых использовались как кургана также на острове есть сложенные из камней и помещенные в замкнутый контур солярные символы считается что эти древние каменные лабиринты связаны с духовными практиками и древними верованиями и могут символизировать границу между материальным миром и миром духов мифическим пристанищем смерти лабиринты сложены из расставленных по земле булыжников установлено что булыжники были собраны поблизости самый маленький лабиринт имеет около 6 метров в диаметре самый крупный до 25 метров ряды камней имеют спиралевидную форму в некоторых случаях они сложены в две спирали в этом случае узор лабиринта описывается как сплетение двух стремящихся к центру змей входы в лабиринты преимущественно расположены с южной стороны и хотя различают пять вариантов лабиринтов у всех них есть только одна точка входа выхода лабиринты большого заяцкого острова расположены с западной стороны в то время как восточную часть острова занимают исключительно каменные валы хотя лабиринты поросли жесткой островной растительностью их формы отчетливо выделяются на земле для объяснения бурной деятельности жителей соловецких островов которые построили каменные лабиринты еще в эпоху неолита выдвинуто много гипотез основной гипотезой считалось предположение что лабиринты служили ловушками для рыбы в пользу этого свидетельствует тот факт что все лабиринты данной местности были сооружены вблизи берега а уровень воды 5000 лет назад а это их примерная датировка был намного выше рыба заплывала в лабиринт и рыбак просто собирал ее из ловушки однако опровержением этой гипотезы может быть то что в мире существует множество лабиринтов расположенных на удалении от водоемов исследователь николай григорьевич ершов выдвинул другую теорию ершов считал что линии лабиринтов повторяют орбиты солнца и луны таким образом они использовались как календари однако это спорное утверждение так как лабиринты различаются по расположению входа и ориентации сегодня в частности в эзотерических кругах популярна теория о том что лабиринт представляет собой древний символ целостности он объединяет форму круга и спирали в запутанную тропу она символизирует путешествие к центру нашего духа и последующее возвращение в реальный мир переход по лабиринту может быть представлен как инициация для пробуждения знания считается что проход через лабиринт способствует достижению измененного состояния сознания и изменению восприятия времени и пространства действительно влад абрамов исследовавший лабиринты большого заяцкого острова описывал сюрреалистические опыты пережитые им при прохождении запутанных ходов лабиринтов ступив в лабиринт и пройдя несколько раз по кругу к центру вы выходите через его вход после нескольких проходов вы забываете сколько именно раз их совершали и сколько раз вам осталось пройти субъективное время останавливается но часы показывают что вы гуляете по лабиринту уже 15 минут становится сложно думать о чем-то связано тропа узкая и вы постоянно должны смотреть себе под ноги ход лабиринта поворачивается то вправо то влево и вот наконец выход и вы рады тому что маленькое путешествие закончено помимо приведенных теорий имеется множество других сейчас особенно выделяется теория карла шустера и эдмунда карпентера суть ее в том что сооружение лабиринтов сопряжено с религиозными верованиями доисторические лабиринты скорее всего выполняли функцию ловушек для злых духов задавали паттерн для ритуальных танцев или обозначали границу между этим и потусторонним миром обсуждается вопрос использование этих лабиринтов в ритуалах перехода душ умерших людей загробный мир археолог андрей леонидович никитин предполагает что лабиринты как это упоминалось в легендах указывают входы и выходы в подземное царство они могли открыться только тем кому дан волшебный ключ от их дверей это предположение вызвано широким распространением в доисторических культурах верований в три мира в соответствии с которыми наши предки считали что вселенная разделена на нижний мир куда попадают души умерших средний мир включающий в себя физический план существования и вышний мир звезд небес и богов до сих пор удаленные северные острова россии привлекают путешественников и ученых которые хотят разрешить их загадку и познать смысл лабиринтов он 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 Субтитры создавал DimaTorzok